Площадь промпарка более 32 тысяч квадратных метров. Здесь уже находятся 18 компаний-резидентов. Арендная плата для них в несколько раз дешевле рыночной цены. Они экономят на энергоснабжении и не платят за обслуживание зданий. Например, за этой дверью находится компания по обработке нефрита. Сейчас мы вам все покажем. На данный момент у нас работает 54 сотрудника. Когда они приходили к нам на работу устраиваться, они не обладали каким-то специальным образованием. Ребят проходили трехмесячное обучение, их учили о работе с камнем. Ведь камень достаточно плотный, вязкий и работа с ним очень сложная. Ну, опасности никакой нет. Главное – держать крепко камень. Сколько таких камней вы обрабатываете? Всегда по-разному. Килограмм 50 можем обладать. И последствия у нас свой дизайнер. Она нам дает эскизы или пишет на ряд заданий. Все мы делаем. Ну, конечно, на свое усмотрение уже, что куда и как крепить. Вот такое дерево сколько можно сделать? Ну, у меня 4-5. Когда вы уходите домой, вас не проверяют? На рентгене нет. Но на рентгене нет, но проверяют на охране. Бесспорно, что отношение Китая к нефриту, оно особенное. У них это считается национальным камнем. У них философия вообще этого камня, они многотысячелетние. Но не только у жителей Китая вызывает интерес наша продукция. Наши жители республики с удовольствием приезжают к нам на фабрику. У нас выставочные залы, где предоставлен весь ассортимент продукции, где можно купить любое украшение, сувенирную продукцию. И, в принципе, это может позволить себе любой житель нашего города. Цены у нас более чем доступны. То есть изделие стоит брошь от 370 рублей. Есть дефицит таких площадей, подготовленных под производство. Поэтому сейчас мы готовим заявки на Министерство экономического развития, на Минпромторг по созданию аналогичных технопарков на территории республики. И как по направлению машиностроения, так и по направлению агропромышленного комплекса. Порядка трех заявок от региона в этом году у нас есть возможность подать. Здесь очень ограниченные сроки и очень жесткий набор тех документов, которые требуются для того, чтобы получить федеральное финансирование. Но мы эту работу ведем и планируем, что успеем.